О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с представителями бизнеса. Голосование за доступный интернет в деревнях и селах Нижегородской области продлили до 10 сентября. Очередная группа добровольцев из Нижегородской области отправилась на боевое слаживание. Нижегородские аграрии приступили к уборке урожая. Встречу с представителями бизнеса губернатор Глеб Никитин начинает традиционно с доклада об экономических успехах региона. Они есть, причем заметные. Активно продолжают работать территории, опережающие социально-экономическое развитие – технопарки. Причем строятся и новые. Так еще технопарки создадут в Дзержинске и на Бару. При этом регион готовится стать крупнейшим логистическим хабом. Для этого будут использованы около полутора миллионов квадратных метров складских помещений. Успешно развиваются различные отрасли. Наглядный пример – судостроение. Именно нижегородцы возродили утраченное 60 лет назад строительство лайнеров класса река Море. Теплоход «Мустайка Рим» уже на воде и скоро их будет четыре. Взялись и за крыболовы процессоры. Подобные суда никогда не строились в России. Это специализированные суда такого типа и в мире-то не строились. Взялись за новейшие сухогрузы. Их будет уже 34. И они призваны качественно обновить флот всей страны. Перспективы намечаются с иностранными партнерами в области электроники. Мы уже готовим целый теплый прием для целого ряда совместных с восточными партнерами проектов по производству компьютерной техники, сетевого оборудования и мобильных телефонов одного из крупнейших российских холдингов рынка информационных технологий. И повторюсь, это только малая часть примеров основы формирующегося технологического суверенитета всей страны. Активно реализуются меры поддержки бизнеса. Федеральные областные программы отмечают и сами предприниматели. Это реально круто. Когда видишь такие изменения и понимаешь, что чиновники нас слышат, уйдут на встречи, благодарность просто вот, она перекрывает вообще все. Сегодня мы обратились к губернатору с просьбой включить нашу отрасль, здравоохранение, предпринимательство, здравоохранение в меры поддержки. Потому что так получилось, что на сегодняшний момент мы не имеем никакой поддержки, ни промышленная ипотека, как промышленное предприятие, ни льготное кредитование. А в сегодняшнее непростое санкционное время мы очень зависимы от поставок оборудования, от оплаты. И я благодарен губернатору, что моментально вник суть вопроса и тут же дал указание Министерства промышленности этот вопрос решить, включить во все перечни. Важная тема кадра и дефицит сотрудников ощутим в разных отраслях. Подобные проблемы представители озвучивают в формате открытого диалога. Работа в этом направлении идет в частности по созданию профильных кластеров. Их в регионе уже 10 будет больше. В области остается один из самых привлекательных в стране инвестиционных климатов. Об этом говорят цифры. Всего за 5 лет инвестиции в основной капитал практически удвоились и составили около 1,8 триллионов рублей. Причем во многом это именно вложение в развитие реального сектора. Только представьте, теперь мы на третьем месте в рейтинге состояния инвестиционного климата ОСИ. Подобные встречи помогают не только определить вектор экономического развития, но и решить конкретные проблемы на местах. Будь то поиск подходящего помещения для производства, продвижение продукции, получение грантов или проблема с обеспеченностью ресурсами. Мы видим систему. То, что губернатор 5 лет подряд встречается с бизнесом. И диалог более чем открытый. Если честно, мы между собой уже думали, хорошо, что в зале не 140 тысяч предпринимателей. Иначе, наверное, встреча продлилась бы до декабря. Судя по настрою Глеба Сергеевича, желание ответить открыто на каждый вопрос, выслушать. За время встречи озвучены десятки вопросов. Площадка на ярмарке работала более четырех часов. Все поступившие проблемные вопросы уже легли в протокол встречи. Дальше детальная работа профильных министерств и ведомств, в том числе при личном контроле губернатора Глеба Никитина. Главная цель – максимально быстро и оперативно решить возникшие проблемы. Служба информации Сергей Чеблягин, Михаил Горняков. Онлайн-голосование за доступный интернет в поселках, деревнях и селах Нижегородской области продляется до 10 сентября. Свой выбор сделали уже около 7400 нижегородцев. Лидируют в голосовании деревня Бараново Воскресенского округа, село Ивановское Дивеевского округа, деревня Рамешки Кавернинского округа. Принять участие в голосовании за подключение к интернету в 2024 году можно через портал Госуслуги, а также отправить письмо по почте. Адрес Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Подписать его может сразу несколько человек, будет учтен голос каждого. Важно, голосовать может любой гражданин России старше 18 лет, но только в регионе своей постоянной регистрации. Например, можно отдать голос за деревню, где живут родственники, если она находится в той же области. Итоги голосования подведут 18 декабря. Всего к мобильному интернету в России в следующем году планируют подключить 1481 населенный пункт численностью от 100 до 500 человек. Добровольцев записывают в именные подразделения Нижегородской области. Все они заключают контракты на военную службу. Очередная группа добровольцев из Нижнего Новгорода и других муниципалитетов региона уже отправилась на боевое слаживание. Примечательно, что в именные подразделения зачисляют только добровольцев с хорошей подготовкой, опытом военной службы и участием в боевых действиях. Танковые батальоны Нижегородской области назвали именами известных нижегородцев Ивлев, Горький и Серафим Саровский. Их формирование проходит совместно со штабом Захара Прилепина, который ранее заявил о формировании нового батальона «Родня». Подробную информацию о службе по контракту, формируемых в регионе подразделениях, предоставляемой амуницией, можно уточнить в центре набора добровольцев по телефону 8 800 10 17 017 либо на сайте служувнн.рф. Родину надо защищать, поэтому и идем. Кто кроме нас? Никто кроме нас не пойдет. Дедов, что ли, отцов? Нет. Мы молодые люди, мы должны защищать. Каждый мужчина может помочь своей родине, подписать контракт и просто повоевать за своих родителей, за своих детей. Это тяжелое решение, но оно того стоит. И думаю, это должен сделать каждый. Эту новую молочную ферму начали строить в июле 2021 года. Сейчас она готова до 80%. Ферма рассчитана на 1050 голов. Коровы здесь будут содержаться без привязи, что означает свободное перемещение в стойле. Для каждого животного своя лежанка, будет ветврач и даже отдельный кабинет для педикюра. Еще здесь есть доильно-молочный блок, в котором рогатый скот попадает самостоятельно. А еще здесь есть самое настоящее родильное отделение. Общая стоимость проекта – 600 миллионов рублей. Правительство Нижегородской области субсидирует 133,5 миллиона рублей. И уже выплачено 86 миллионов. Мы понимаем, что предприятие развивается. Мы понимаем, что надо стимулировать предприятие к вложению средств к инвестированию. И тем самым, если посмотреть цифры, насколько за последний период только времени объем государственной поддержки агропромышленного сектора вообще вырос, то вы увидите, что мы очень активно поддерживаем и молочное животноводство, и растеневодство. Производительность труда в 2-3 раза повышать. То есть доярок нужно меньше, что у нас практически всегда дефицит. Человеческий фактор – значит, качество молока будет лучше, значит, цена за молоко будет лучше. Животам здесь комфортно будет, они будут дольше жить и дольше продуктивно работать. Еще товаропроизводители приступили к уборке урожая. Им предстоит убрать 650 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур. Сейчас уже сжато 127,6 тысяч гектар. Это 19% антамичного плана. На молочину уже 30%. Также приступили к уборке раннего картофеля. Уже убрали 200 гектар. Те направления, которые сейчас есть, у нас по итогам 2023 года общая сумма государственной поддержки будет точно повыше, наверное, чем по итогам прошлого года. А в прошлом году у нас 5,2. Это прям такие-таки очень серьезные цифры были. В Большеболдинском округе провели ознакомительный семинар для агрария в Нижегородской области и близлежащих регионов. Здесь агрофирма Сергеевская ведет закладку многолетних насаждений. Начиная с 2021 года, заложено 49 гектар черной смородины. Сельхозпредприятия Большеболдинского округа активно участвуют в государственной программе по эффективному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитию милиаративного комплекса России. В рамках программы племзавод Пушкинская провели культуртехнические работы на площади 558 гектар. Успешное развитие сельхозпроизводителей, значительный вклад в экономику региона. Служба информации Кирилл Инковский, Василий Терехин. Субтитры создавал DimaTorzok